Утром 5 декабря на российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области прозвучал сильный взрыв. По сообщениям российских СМИ, на взлётную полосу упал беспилотник, который повредил два самолёта-ракетоносителя Ту-95. Также ещё один взрыв прозвучал на аэродроме Дягилева под Рязанью, на стоянке авиационной техники. Там взорвался бензовоз, из-за чего пострадал ещё один самолёт. Погибли трое человек. Если долетает уже до Энгельса, следующие возможные точки возможны. Может быть, Москва. Эксперты объясняют, что аэродром в Энгельсе – одна из важнейших баз военно-воздушных сил России. Там дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков. По их мнению, после атаки дронов стало очевидным, что стратегическая авиация России уязвима, а вооружённые силы противника беззащитны перед угрозой с неба. Хлопки на военных объектах Российской Федерации будут продолжаться и далее. Ведь идёт полномасштабная война. Это самая крупная война по масштабам с времён окончания Второй мировой войны на Европейском континенте. Очевидно, что те самые хлопки, которые в своё время случились на аэродроме во временно оккупированном Крыму, ничему не научили российских вояк. Поэтому такие же хлопки будут случаться и на других военных, инфраструктурных, энергетических объектах на территории Российской Федерации. Наибольшие потери российские войска несут на Донецком и Луганском направлениях. Об этом они рассказывают своим родным по телефону. По информации генштаба ВСУ, больницы Донецка переполнены ранеными военнослужащими РФ. Только за последние дни в Новопсковской медучреждении Луганской области доставлено до 300 раненых российских солдат. Плановые операции гражданским пациентам переносят на неопределённый срок, а новых раненых уже не принимают. Наибольшие потери российские оккупационные войска несут на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. И это связано с тем, что россияне используют тактику малых штурмовых групп. Несмотря на безумные потери в отношении личного состава, они продолжают эту тактику использовать. То есть россияне фактически по трупам идут вперёд. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от времени. Сергей Череватый – представитель восточной группировки войск в эфире национального телемарафона. По словам главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, российские мобилизованные иногда успевают повоевать только сутки. Как только началась эта история с так называемой частичной мобилизацией, я сразу сказал, единственное, что это изменит на фронте – это статистику увеличения количества погибших российских солдат. И мы видим просто геометрическую прогрессию по сравнению с прошлыми четырьмя месяцами. Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации, в интервью «Радио Новое время». В связи с большими потерями россиян в Херсонской области среди военных РФ увеличилось количество дезертиров. Авиация Сил обороны Украины в течение дня нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и ещё один важный объект – россиян. Авиация России выполняет в разы меньше миссий в Украине, чем раньше, сообщает британская разведка. Сейчас это десятки вылетов в день, когда в марте этого года было около трёхсот. В ведомстве объяснили, что уменьшение количества вылетов российской авиации – это следствие высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничение часов полёта российских самолётов и ухудшение погодных условий. Поскольку российская тактика наземного нападения в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут сохранять низкие темпы наземных ударов из-за плохой зимней погоды. Пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Твиттер. Аналитики Института изучения войны предполагают, что Украина сможет сохранить преимущество на фронте и продолжит добиваться оперативных успехов в том случае, если ВСУ будут продолжать активные действия и зимой. Серия последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ. Погодные условия зимой 2023 года, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневровые, боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами в отчёте Института изучения войны. По информации украинской разведки, Россия больше не может себе позволить часто наносить массированные ракетные атаки по всей территории Украины, поскольку запасы калибров «Искандера» в РФ по многим показателям упали до критического уровня.